Приветствую вас на канале Процветок. С вами Юлия Кондратенок и я хочу сегодня вам рассказать об основных принципах обрезки плодовых деревьев, в частности яблони. Итак, перед вами молодое деревце яблони. Оно уже отвегетировало, вот мы его отправили в зиму без обрезки. Наконец наступил февраль, самое время для того, чтобы, так сказать, привести крону в порядок. Почему именно февраль? В феврале уже не бывает серьезных холодов, которые могут повредить древесину и которые вредят в том числе и свежим срезам. Дело в том, что если температура воздуха опускается ниже 20 градусов на свежий срез, это действует очень плохо. Это обжигает свежие ткани, обнажившиеся, и такие срезы очень плохо заживают. Поэтому мы приурочиваем основную обрезку именно к этому периоду года. На что нужно обратить внимание, прежде чем начать дерево резать? Во-первых, смотрим внимательно на его силуэт. По правилам, дерево в саду должно иметь уравновешенную, то есть равномерно разветвленную во все стороны крону. Оптимальной для наших садов является округлая, полушаровидная, либо слегка вытянутая верх крона. Увлекаться современными формировками по интенсивному типу, веретено, стройное веретено, я считаю для частных садов нецелесообразно. Деревья, которые формируют в стиле веретена, подвергаются очень жесткой обрезке, требуют хорошей защиты, очень хорошей поддержки удобрениями с микроэлементами. И нам это не нужно. Сложные системы обрезки используются там, где нужно получить с маленького объема дерева максимальный урожай и с маленькой площади, естественно, самый большой вал. Итак, мы с вами будем формировать такое дерево, которое красиво смотрится у нас в саду, дает хороший урожай и удобно, что немаловажно, в уходе. А именно, когда мы формируем крону дерева, мы должны помнить, что мы к этому дереву потом придем собирать урожай и ухаживать за ним. И нам должно быть удобно. Ваше удобство – это главный фактор при обрезке. Второй момент, на который мы обращаем внимание, прежде чем начать обрезку, мы смотрим, есть ли у дерева больные ветви. Их нужно удалить в первую очередь, отложить их отдельно и сразу после того, как вы завершили обрезку сада, замазали все срезы, уничтожить. Дело в том, что оставленные на земле, на почве или где-нибудь там на задворках участка обрезанные больные ветви с раковыми язвами, там с некрозами, они еще в течение как минимум двух лет будут рассеивать споры у нас в саду. Итак, мы обошли дерево, заметили, где у нас есть больные веточки, где у нас язвы. Дальше мы внимательно осматриваем дерево, какие ветви у нас перекрещиваются. Может быть, какие-нибудь трутся друг от друга. Мы их тоже берем на заметку и осматриваем внимательно дерево со всех сторон, чтобы увидеть, что у нас выбивается за контуры правильной кроны. Итак, мы осмотрелись, решили, что оставляем, что убираем и приступаем к обрезке. Для обрезки небольших сучков используем традиционные ручные секаторы. Секатор должен быть острым, чистым и с хорошо поджатым винтом, чтобы его бранши, лезвие, не ходили друг относительно друга, чтобы они не шевелились. Иначе срезы получатся размочальные, а такие срезы очень плохо заживают. Итак, начинаем. Вот у нас здесь небольшая веточка. Она была надломана. Скорее всего, во время сбора урожая ее надломали, она засохла, и на ней поселился такой грибок, который называется цитоспороз. Такой симптом гусиная кожа называется. Это не очень серьезный паразит для наших деревьев, но тем не менее на ослабленных растениях он может вызвать отмирание однолетнего и даже более взрослого прироста. Но для здорового, хорошо подготовленного, хорошо подкормленного дерева это не страшно. Как мы, во-первых, режем? При обрезке очень важно, чтобы вот эта режущая кромка находилась со стороны ветки, с которой мы срезаем. То есть заносим вот ручку. Щелк. Вот у нас осталась небольшая такая носина. Все. Вот мы срезали. Дерево уже даже начинает само ее заживлять. Больше у нас, к счастью, больнушек нет. И сейчас мы начинаем вырезать те ветви, которые растут внутрь кроны. Они загущают. Они создают излишнюю тень и излишнюю влажность внутри кроны. И, соответственно, приводят к тому, что дерево в этом начинает просто страдать. А плоды, попавшие в тень, недоразвиваются. Итак, вот эта ветка у нас идет вот внутрь кроны. Видите? Мы ее можем удалить полностью, а можем перевести на плодоношение, превратив в небольшой прутик. И при этом срезав на ту почку, которая идет наружу, в ту сторону, которую нам надо. Итак, срез располагается всегда под небольшим углом над нужной нам почкой. Щелк. И все. Удаляем. Здесь. Обратите, пожалуйста, внимание. Вы должны иметь возможность подойти к дереву и дотронуться до его ствола хотя бы с двух сторон. Вот здесь у меня препятствует, вот можете видеть, здесь загущенная крона. Я с трудом подхожу, пока дерево молодое. Но если оставить его в таком вот виде, через какое-то время вы не сможете подойти к дереву и нормально за ним ухаживать, собирать яблоки или обрезать. Поэтому мы делаем так называемое лопастевание кроны. Что при этом делается? Вырезаются те ветви с двух или четырех сторон, если дерево очень большое, которые препятствуют входу внутрь кроны. Итак, вот у нас эта ветка препятствует. Вот. Вот эта вот ветка, видите, здесь довольно-таки густо. Срезы все проводим на кольцо. Что такое кольцо? Вот многие спрашивают. Что такое кольцо и где оно у дерева? Кольцо – это небольшой наплыв ткани у ответвления. Особенно хорошо эти кольца видны на более взрослых ветках. На 1-2-3 летнем приросте это практически незаметно. Если мы посмотрим вот сюда, вот, видите, небольшой наплыв ткани, там, где идет ответвление. Мы должны делать срез именно по внешнему краю, не оставляя пенечка, не оставляя и не срезая ни в коем случае это кольцо. Дело в том, что именно здесь вот скапливаются больше всего образовательные ткани. И когда мы срезаем эту веточку, эта образовательная ткань начинает быстро расти и закрывает в конце концов получившийся срез. И ранка быстро заживает. Итак, продолжаем дальше. Так сказать, пробивать себе путь к телу дерева. Вот эта ветвь нам мешает. Вырезать ее полностью мы не будем. Мы ее вырежем с переводом на боковое ответвление. При этом следует помнить, что лучше сделать один большой срез, чем много маленьких на ветке. Так как много маленьких срезов, оно ослабляет растение и приводит к тому, что хоть на одном, но может завестись какое-нибудь раковое заболевание. Итак, переводим ответвление вот на эту веточку. Здесь очень хорошая ветка. На ней уже, смотрите, заложились цветковые почечки. Это наш будущий урожай. Вот эту мы пока не трогаем. Но примечаем, что в будущем, возможно, вот эту ветвь мы тоже переведем на одно из боковых ответвлений. А пока просто укорачиваем однолетний прирост. Укорачиваем на нижнюю почку, которая идет наружу от ствола дерева. Точно так же укорачиваем и вот эту верхушечную, эту ветку, которая идет вверх. Здесь, обратите внимание, то, что я уже говорила раньше. Трущиеся ветки. Мы такого не допускаем. Удаляем. Здесь так же. Все, что трется, мы удаляем. Все, что растет внутрь кроны, мы так же удаляем. Так, смотрим в следующий момент. Здесь у нас ветка пошла вниз. С одной стороны, да, здесь хорошие, видите, вот почки цветковые. Здесь будет урожай. Но, когда здесь завяжутся яблоки, а в каждой цветковой почке прячется по 6 цветочков, то есть потенциальных 6 яблок, эта ветвь наклонится вниз до самой земли, до травы. Получается, вам будет сложно и ухаживать за деревом, а с другой стороны, близость к почве приводит к тому, что повышенная влажность. Такие яблоки часто не окрашиваются, больше болеют. Ну и с другой стороны, вам неудобно просто даже ухаживать, повторюсь, за этим деревом. Поэтому мы выбираем веточку, которая идет в сторону и немножко вверх, и переводим на нее. Мощный однолетний прирост желательно немножко укоротить. Зачем? Его укорачивание приводит к тому, что в течение будущего вегетационного сезона вот здесь будут заложены новые цветковые почки, вот по типу, как вы видите здесь. Цветковые почки – это значит наш будущий урожай. Так, вот. А здесь, вот обратите, пожалуйста, внимание, в прошлом году здесь было яблочко, оно заболело плодовой гнилью, и плодовая гниль по плодоножке попала в это плодовое образование, в эту плодушечку. И она заболела и отмерла. Оставлять ее мы не имеем права. Дело в том, что дальше грибок пойдет развиваться и в конце концов вызовет отмирание ветки, да еще и заразит соседние. Поэтому мы выбираем хорошую почку, развитую, вегетативную почку, и срезаем эту ветку на почку. Так, вот здесь вот небольшой огрех, мы его тоже убираем. Обратите внимание, был оставлен пенек, но почка оказалась мертвой, она погибла и началось отмирание. Вот, если мы это оставляем, опять же, та же самая ситуация. Грибок каждый год продолжает свое развитие, вызывая постепенное отмирание. Убираем все пенечки и выбрасываем из сада. Вот это очень слабая ветка, видите, и прирост маленький. Мы ее тоже убираем. Если ветка очень сильно уходит в сторону, особенно в междуряде, и вам в дальнейшем может стать неудобно за ней ухаживать, укорачиваем ее, опять же, только с переводом. Еще важный момент при обрезке. Когда вы обрезаете однолетний прирост или более серьезные ветки, старайтесь, чтобы почка, на которую вы срезаете, была именно вегетативной, а не цветковой. Допустим, срезать вот на эту почку будет неправильным. Эта почка не сможет в силу своей физиологии закрыть срез. А вот если вы срежете вот на такую вегетативную, видите, она имеет более острую форму, такая прижатая, она более мелкая, то как раз наоборот, это ростовая почка. Проснувшись весной, она вызовет прилив питательных веществ именно сюда, для своего роста, и заодно затянет вот срез, который мы сейчас сделаем. Кстати, во время обрезки вы можете оценить состояние своих деревьев, как они перезимовали. Если на срезе вы видите древесину красивого, салатового цвета, без включения коричневого или буроватого цвета, это значит, дерево перезимовало очень хорошо. Подмерзания у них нет. А вы в прошлом году были молодец, раз хорошо ухаживали за садом, и он смог подготовиться к новому сезону. Если вам нужно обрезать ветку так, которая вот идет вниз, но вы не хотите ее вырезать, вы хотите ее просто перевести повыше, то здесь вы выбираете как раз почку, которая идет в верхнюю сторону, вверх. Проснувшись, она даст начало новому побегу, который вытянет вот эту веточку повыше. Внимательно смотрим. На дереве не должно оставаться отмерших плодов, мумифицированных, допустим, пораженных плодовой гнилью, потому что все это источник инфекции. Мы все это выбрасываем. При обрезке следует отдавать предпочтение тем боковым веточкам, которые имеют более прямой угол, стремящийся, по крайней мере, к прямому. На них более охотно закладываются цветковые почки. Многие из садоводов хотят, чтобы их растения были компактными. Что для этого нужно? Для этого мы систематически снижаем высоту дерева. Здесь, как вы видите, дерево обрезалось уже неоднократно, каждый раз с переводом на боковые ветви. Вот видите, когда-то было срезано, проснулась боковая веточка, пошла вверх, она стала проводником. И мы в этом году повторим то же самое. Из тех ветвей, что имеется здесь, мы выбираем ту, которая оптимально вписывается в ось нашего дерева и имеет хороший побег-продолжение, который станет ее проводником. Обратите внимание, теперь вот эта ветка станет проводником. Вот та, полого идущая, будет одной из будущих скелетных ветвей. Вот здесь, посмотрите, видите, мы выбрали один проводник, а здесь ему конкурент. Он тоже растет строго вверх и будет стремиться вытянуть эту ветку как главную. Мы его удаляем, конкурентов быть не должно. Все растительные остатки, которые у нас будут после обрезки, мы потом уберем и удалим из сада. Внимательно осматриваем деревце, чтобы оно у нас имело гармоничную форму кроны, не выдавалось сильно в ряд, где вы ходите. И в то же время было достаточно прозрачным. Вот сейчас обратите внимание, вы можете зайти даже внутрь дерева и спокойно к нему прикоснуться. Достать до его верхушки. И сделать с ним все, что вам будет нужно. После того, как вы провели обрезку, все срезы обязательно нужно закрыть садовой краской, либо садовым варом. Садовую краску для этого желательно выбирать с добавлением фунгицида. Срезы, площадь которых менее 1 см, можно садовым варом не укрывать и не замазывать. Они прекрасно затягиваются и без этого. Но вот в такой вот площади, особенно там, где у нас в будущем должно все закрыться, должна образоваться новая верхушка, мы закрываем. Тщательно замазываем садовым варом с усилием втирая его срезы. Такие раны заживают очень быстро, в них рак не появляется, и таким образом дерево сохраняет свое здоровье. Особенно внимательно и аккуратно надо замазывать рамки от обрезки, которые образовались на штамбе и скелетных ветвях. Почему? Дело в том, что если там образуется раковая язва, вылечить ее будет сложнее. А если рак разовьется очень сильно, вы не вовремя сможете его заметить, то можно потерять в лучшем случае скелетную ветвь, а в худшем и все дерево. Именно из-за того, что в свое время не было проведена замазка рамки. Процветания вам и вашему дому! Подписывайтесь на наш канал Процветок, и я надеюсь, до новых встреч в новом египционном сезоне!